В честь дня реабилитации казачества в нашем районе были проведены малые казачьи соревнования среди казачат младшего и среднего возраста. С подробностями Андрей Вишневский. В 14-й раз состоялись малые казачьи игры среди казачат младшего и среднего возраста. Соревнования гостеприимно приняла 11-я Маевская школа имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко. В казачьем образовательном учреждении всегда рады посодействовать хорошему делу. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко убежден, что развитие подрастающего поколения у казачества в числе приоритетов. Мы уделяем самое важное внимание развитию детского казачьего движения и хотел бы выразить огромную благодарность управлению образованием главе района Романа Ивановича Семенковского за постоянную поддержку проведения вот этих интересных мероприятий. Мы сегодня в 14-й раз собрались в стенах гостеприимной 11-й школы и проводим малые казачьи игры. Таким образом завершаем учебный год такими замечательными соревнованиями. Действительно на этих соревнованиях вырабатывается мужество, патриотизм наших казачат, нашего будущего. Воспитание настоящих юных патриотов Отечества – процесс многогранный и творческий. Немаловажно всерьез заинтересовать подрастающую казачью смену, чтобы они чувствовали себя в центре интересных мероприятий. Это малые казачьи игры, здесь у нас участвуют с пятых по седьмые классы. Большие казачьи игры, здесь уже участвуют старшие классы, и они уже показывают более высокие результаты, чувствуется закалка. И эти малые казачьи игры – это как бы ступенька для их физического развития, чтобы они показывали уже в будущем, когда будут старшеклассниками, более серьезные результаты и ответственно подходили к своему здоровью. Для того, чтобы хорошо выступить на состязаниях, нужно было иметь меткость и верную руку, чтобы преуспеть в дартсе и стрельбе из пневматической винтовки, а также продемонстрировать быстроту в беге на 30 метров и силу в подтягивании на перекладине. Но самое главное – это сила, духа и сплоченность. Я впервые участвую в малых казачьих играх. Наша команда очень долго готовилась, и она хочет выложить все силы в эти соревнования, чтобы занять призовое место. Девочки не были лишними в казачьих играх. Они чувствовали себя уверенно во всех видах соревнований. Я юная казачка. Я считаю, что все казачки должны быть физически развитыми, чтобы они умели присягиваться, стрелять, разбирать автомат. Они должны уметь все. Комбинированная эстафета потребовала продемонстрировать немалую выучку и тренированность. И была очень зрелищной. Но, пожалуй, самые яркие эмоции у участников и болельщиков вызвало перетягивание каната, где требовались сила и слаженность движений. В финале команда 11-й школы не оставила никаких шансов своим соперникам. После подведения итогов было проведено награждение в личном и командных зачетах. Команда хозяев соревнований из 11-й школы стала победителем малых казачьих игр. Есть такая пословица «Дома и стены помогают». Нам улыбнулась удача и мы победили. Я очень рада, что мы победили. Наша команда очень старалась. За игры мы получили кучу положительных эмоций. Было очень интересно и я горжусь нашими ребятами. Серебряные награды у черноярковцев из 48-й школы. А на третьем месте в общекомандном зачете были казачата из 39-й школы хутора Голицына. Соревнования стали настоящим праздником для ребят, наследников богатой казачьей культуры. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».